Здравствуйте, сегодня 23 марта 2011 года. Представьтесь, пожалуйста. Канан Ихин Сергей Петрович, полковник в отставке, кандидат технических наук, старший наушный сотрудник. Последнее место работы в военно-инженерной академии имени Комиша. Сергей Петрович, давайте вспомним предвоенные годы. Было у вас ощущение надвигающейся войны? Не было. Не было, но она как-то была неожиданной. Неожиданно. Войну я встретил, будучи в парке в городе Оренбурге, когда он назывался Чкаловым. Куда я приехал сдавать экзамен в Чкаловское педагогическое училище, поскольку я работал учителем в школе. Сначала в начале, потом в полной и средней. И одновременно учился заочно в педагогическом училище. И вот, находясь в парке, это было госпитание, да, все радужное настроение, перетягивали канаты, тогда это было принято. Потом было такое устройство, били молотом, кто выше поднимет шайбу. Ну, в общем, настроение было высокое, хорошее было настроение. И вдруг вот молотом объявил войну. Ну, в начале войны, что для нас, немцы внезапно не опалили. Все стали. Ну, как бы, ну, вот, сказать, угрюмили. Задумались, что будет дальше. Заторопились все домой. И быстро парк опустил. Вот как это вот все сразу, молнионосно поменялось. Расскажите, пожалуйста, вот какие события, какой день или минута во время войны вам запомнилась, как вот самое тяжелое? Воевал я, в общем-то, в легких условиях. Это был 44-й год. Март месяц. Мы тогда участвовали в наступлении. Извините. До свидания. Всего доброго. Еще раз. Спасибо вам большое. О наступлении. Наша артиллерия была выстроена в линейку. И давала залпы по немецкой позиции. И никто не бомбил. То есть у нас уже было преимущество в воздухе. Сказал он бы, в это время тоже немцы налететь были на позиции нашего устреления и начать бомбить. Не было этого. Не было этого. Здорово. Когда пошли после артиллерийской подготовки в наступление, то немцы стреляли по нашим танкам. У них не было уже, видимо, в достаточном количестве разрывных снарядов. Вот представляете себе, в марте месяце... И вот снаряд болванка ударяется в землю, летит, мимо тебя шурша. И, слава богу, прилетела мимо. А представьте себе, если бы она была разрывным снарядом, она бы взорвалась. Если бы даже не попала в танк, взорвалась и поразила бы нас пехоту, которая сопровождала танк. Приходилось мне, конечно, и быть под бомбежками немецких истребителей Мессершмитта. Мессершмитта. Были и такие моменты. Они бомбили, не пытались бомбить наши танки. А мы, естественно, вместе с танками были. И мне приходилось стрелять. Мне приходилось стрелять по этим самолетам. Но поскольку самолеты были бронированы, а из автомата стреляли, наши пули отлетали от этой брони, не нанося ему повреждения. Но, с другой стороны, как только наши самолеты появлялись, а у нас были очень хорошие самолеты, потому что я вот видел, ну почти свечой измывали вверх. Как наши самолеты взлетали в воздух и появлялись сюда, немцы тут же уходили. Вы понимаете? И были такие вот моменты, когда вот мы, скажем, наступали, а немец бросал свои части в контрнаступление. Да? Танки тоже на нас опускал. Но, значит, видимо, поддержка нас была настолько мощной, что вот наша артиллерия не допускала танки до нас, до своей пехоты. Мы сначала снятились, мы думали, ну а что делать? Надо отойти во враги, если ты не будешь ждать танк на ровном, ровном месте, чтобы он тебя раздавил. Знаете, надо же как-то спрятаться, сохраниться, чтобы дальше сражаться. Знаете? А потом смотрим, немцы повернули назад. Один загорелся танк, другой загорелся танк. Значит, за нами была уже мощная артиллерийская поддержка. Вот это уже совсем другие условия. Это же 44-й год. Это не 41-й, это не 42-й и даже не 43-й. Ну а вот вы, будучи... А вот будучи командиром роти, я был командиром роти, вот вы говорите, неприятное положение. Да, было неприятное положение. Вот мы вошли в деревню, в Ратмистровку. А она, как-то деревня, разделена в Ратмистровку. Мы с одной стороны, мы с другой стороны. И вот мне звонит замполит бригады и говорит, вот скоро прибудут к тебе эти самые коробки. Ну, коробками называли раньше танк. И вот я, значит, я говорю, хорошо. Хорошо. Вот прибыл танк, ну, который непосредственно уже был поблизости от меня. И начал стрелять. Вот, видимо, себя обнаружил. Немецкие фердинанды, у них были такие самоходки, которые хорошо себя зарекомендовали. Открыли по нашим танкам огонь, естественно, и по нам. И, значит, вот даже повредили ствол у нашего танка. И танк, естественно, вынужден был отойти. Ну, поскольку они там еще и стреляли, чтобы мы, так сказать, ну, что ли, это было ночью, как бы они перешли в атаку, просто били по этой второй половине. И среди пехоты были ранены. И вот, при мне, на моих глазах, один был ранен в живот. Он меня просит, ну, дай, чтобы проводить. Проводи меня, значит, я сам, не в тренд-бак, ты куда? Отправлять людей нельзя. Единственное, что я сделал, это позвонил, позвонил, чтобы присоединился в санитар и забрали. Ну, вот так вот смотреть, когда твой товарищ, близкий, тяжело так раненый, знаете, перегревает, а ты сделай к нему. Вот, ну, вот такое поражение, то есть положение такое было. Ну, а в отношении личной себя, я однократно, мне тоже приходилось, знаете, вот это, мы шли на наступление, вот, и нас обстреливали, и у меня вот пробило ремень полевой сумки, и сумка упала. Я здесь вернулся за ней, ну, и шинеет вот была повреждена, но тело не было повреждено. Ну, думаю, слава Богу, обошлось. Как-то мы даже вот там такие уже, слушай, поскольку война уже была не такой позиционной, как вот раньше, а как-то вот мы, что называется, с противником были в перемешку, в перемешку, и, ну, как партизаны вроде, понимаете, то нас могли обстреливать. Поскольку танковые войска, когда делали прорыв, они шли, отрезая тылы немецкие, понимаете, значит, у нас и справа, и слева могли быть немцы, и сзади могли быть немцы, понимаете? Вот. И как-то мы вот стояли в одном месте, разорвался снаряд, разорвался снаряд, и мина, вот. Вокруг меня были, если вот, ранены, да, а я опять остался, понимаете, так, боли в них. Думаю, что опять вот пронесло. И самое трудное, самое трудное заключалось в моем участии в боевых действиях, что я до этого был командиром взвода курсантов в Чкаловском пулеметном училище, а там, когда я занимался, с курсантами, значит, курсанты ползали, да, я их там в Аталу посылал, в Астонский, а сам-то стоял. А когда приехал на фронт, когда приехал на фронт, понимаете, там я сам вынужден быть тоже лечен, и тоже по-пластунски ползать, а это уже совсем другое. Ты уже лёжа, не видишь так обстановку, как видишь, стоя. То есть надо учиться тому, что может реально быть в ходе боевых действий. А в ходе боевых действий в условиях маневренной борьбы там могут быть всякие неожиданные действия. А маневренные действия это сейчас элемент неизбежный. Сейчас же делают ставку на десанты и войска. И тогда тоже были десанты и войска, подвижные группы, так что всё это серьёзно и надо к военному делу готовиться серьёзно. И самому, скажем, будучи в училище, как командир взвода, я тоже должен был лечь и лёжа командовать. Ну, я тогда давал себе послабление, а наяву-то оказалось, что это была моя ошибка. 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 И так, учитывать возможную реальную акцию. Вот всё, что я могу сказать. А что вы знали о положении под Москвой в 41-м году? А письма можно было писать? Письма... Там трудные дела. После Петенграда он был вторым по голову. Вот. Ну, а у меня какие новости? до обстоятельств. Я, собственно, в 42-м уже был там, это самое, призванный в армию. Ну, до этого я был, как бы, учителем немножко. Скоро меня взяли этим самым курсантом в это самое Краснополмское военное. Так вот, не учились. Ну, там с нами беседовали замполитики, информировали нас. А вот мне сейчас, как сейчас помнится, у нас был в милиционер с года, был старший лейтенант Белов, бывший милиционер. И так с нами часто беседовал доверить его, вот, скажем, комментировал и говорил у кого какое будущее будет. Вот как он нас оценивает, наше невозможность. Понимаете, вот так. Ну, мы учились там всего-навсего шесть месяцев. А потом я еще, или нет, меня направили в Краснополмское пулеметное училище. Там я был больше года, в общем, до конца 43-го года. Переживали мы за столицей. Переживали мы за столицей. Ну вот, когда я был в Краснополмском училище. Вот. Ну, у нас были примеры, примеры, когда некоторые просили на фронт. Вот, я не могу это подтвердить, как это факт, я с ним у меня был знаком, ну вот, матросом, говорят, у нас учился. И он не захотел дальше учиться, попросился на фронт. Знаете, у каждого свои были, так что, ну, что ли, желания. Да. И, кстати, сказать, в Краснополмском военно-пехотном училище добровольно меня направили, вот, хотите поехать учиться. Я дал согласие. А потом, уже в, это самое, в 44-м году я находился в резервном полку, в запасе. Тоже спросили, хотите поехать учиться дальше. Высший военный институт, гидрометеорологический институт Красной армии. Ну, мы, кажется, дали согласие нескольких человек. Мы все равно же ехать на фронт. Да? А там, если не получится, учеба. Ну, поедем на фронт. А если, скажем, не сдадим экзамены, а если сдадим, будем учиться. В общем, вот так. И все совершенно было как-то на таких демократических началах. Я вот вспоминаю один факт, когда я учился уже в этом в Большом военном гидрометеорологическом институте, а он сначала был в Москве, потом его расформировали и направили в Ленинград уже в качестве факультета. А там было на факультете было отделение отделение океанологическое, метеорологическое и гидрологическое. Я учился на океанологическом. Почему? У меня отец был матрос, ну, думаю, я пойду поступал отца, буду океанологическим изучать. Океаны, моря, все-таки большинство. А потом вдруг, вот год научился, взяли и ликвидировали это отделение. А рядом была военно-транспортная академия. И мы собрались, нам предложили перейти либо на медфакт, рассказываем по поводу, либо на гидрофакт нам, нашему отделению, слушателям нашему. А мы еще не... А может быть третий вариант. Пойдем, перейдем в академию. Пришли в академию, ну, в отдел кадров. А в отделе кадров говорили, ну, давайте, сдавайте экзамены. Вот мы сдали экзамены и нас приняли в военный транспортный академ. Мы из-за чисто добровольных демократических начала. Никто нас не удерживал, никто нам не требовал от нас. Понимаете? Вот так. Элементы случайности. Ну, то есть, то, что институт оказался рядом с академией, зданием, это элемент случайности. И то, что я стал учиться, и то, что расформировали академическое деление, вот, предложили на демократическом шаге или имя. И то, что была академия поблизости, ну, я так думаю, академия звучит высоко, да. и перешел на автомобильный, так назывался он, автотракторный. Вот я его и закончил. Потом направили меня сначала на полигон испытательный, исследовательский испытательный. Потом его объединили с ИСИФОТОН, я в институте работал. А потом можно сказать в конце службы воининженер академии меня направили преподавать. Я вот там и демилизовался. Хорошо. А как вы относитесь к личности Сталина? К личности Сталина? Ну, как? Я отношусь в целом, в целом, вот, исходя из теперешнего положения, прошлого положения. Читал я мемуары, Жукова читал, и других читал. Все они были дела. То есть, все положительные. У Сталина была очень трудная задача. Посмотрите, сколько он должностей занимал. И секретарь ЦК, и председатель Совета Министров, и министр обороны, и председатель Ставки, и верховная главнокомандующая. То есть, в отличие от остальных военных, он же потом был маршалом Советского Союза, в отличие от тех военных, обычных военных, он командовал не только собственными войсками, но и тылом, и всем, всем, всем. и вот, если исходить из того, что победа это сладаемый результат усилия, армия, тыла, непосредственно армейского, и экономики страны, и вообще всей страны в целом, да, когда на армию, на победу работали от мала до велика, да, а он все этой работой руководил. Были, конечно, и трудности, были, конечно, и промахи, вы понимаете, во всяком военном деле первенствующее значение имеет метод. Всегда в истории военного искусства применение нового метода давало знать, имело огромное значение. Новое. Что было нового у немцев? У немцев, ну, во-первых, у них было преимущество вооружения, и количество войск у него было больше под режимом, у них было там 7 миллионов, у нас там было 5 миллионов, а главное, что у них было, это большое количество бронетанковых сил и авиации. И новое это вот в танке, в тактике, в стратегии, в оперативном искусстве он сострадотачивал на негативном направлении группировки, превосходящие наши силы. 7-8 раз. Вы знаете, 7-8 раз. И второй момент. Немцы были оттренированы, пусть они там маршировали по Европе, ну, хоть все-таки немножко, но воевали против Франции, там, Бельгии, где-то там, в Испании, в Новославии. Понимаете? Ну, а наши-то мало воевали. Ну, на Халкинголе против Дарафина, то есть опыта было мало. А что касается политики, почему нас не сосредоточили, не объявили там мобилизацию раньше, и все такое прочее. да? Вот, если вспомнить историю, то, как только царь объявил мобилизацию, тут же, в Первую мировую войну, немцы напали на Россию. Понимаете? То есть, если бы Сталин вдруг объявил бы мобилизацию, да, заранее, то его тут же объявили бы, обвинили бы агрессором. А потом смысла не было. А смысл заключался в том, что не было у нас не произведена была та необходимая техника, которая нужна для борьбы. Не было. Скажем, танковые корпуса создали, а танков-то не было в достаточном количестве. У нас были танки превосходящие немецкие. Наш Т-34 превосходил все их танки. А КВ тем более превосходил. Понимаете? Вот. Но их было мало. А почему мало? Ну, все естественно. Сразу же ведь их не наклепаешь много. Что-то надо было и народу давать. Либо пушки, либо масло. Вот я как раз перед войной был, приехал туда, в Оренбург, заходил в магазин. Ну, все было. Ну, все. Торты, сосиски, чего там только не было. В столовую придешь, тебя накормят натуральным, там, и все. Ну, все было. То есть, мы перед войной, вот я лично, ну, не ощущал, что какой-то там голод был. Да, во время войны, когда я был командиром взвода в пулеметном училище, и когда мы ходили там за город на учения, на занятия, да, там мы, конечно, свежем воздухе, кормили нас хорошо, понимаете, мы там загорали, и когда возвращались и шли по городу в свои казарны, то приходилось наблюдать людей, которые не так блестяще выглядели, как мы сами. То есть, нас народ кормил, да, а сам-то и еды дал. Но жертвовал, работая, трудясь, на победу. Понимаете, то есть, в целом, если, значит, прийти к выводу, что все-таки, да, в результате внезапного нападения, в результате превосходства, в результате применения нового способа боевых действий, немцами, нового способа, да, ему удалось глубоко продвинуться вплоть до Москвы. Но и наши во время войны применяли, применили тоже новые способы. вот, скажем, под Москвой, новый способ был, почему и потеснили. То есть, не дожидаясь, то есть, не переходя, скажем, не дали возможности немцам перейти к обороне, сразу, вроде, наши отступали, отступали, и тут вдруг пошли наступления. То есть, не было такой вот паузы, не дали немцам занять оборону, окопаться как следует, а сразу их внезапно и погнали. Понимаете, это тоже были элементы новизны. А, значит, вот, в 44-м году, когда вот мы входили в тыны 4-й танковой армии, мы что делали? Мы не давали, мы хотели окружить эту танковую армию на Украине, да, чтобы он не успел отойти. То есть, мы уже наносили удары настолько мощные, настолько стремительно били, да, что немец не успевал отходить. Не успевал. И перелом, перелом, собственно, начался вот когда? Ну, в 43-м году. Вот тут сейчас критикуют, ни шагу назад, приказ 227, да? Откуда он появился, этот приказ? Не просто с неба он свалился, а подоплека была такой. Родина, армия дает все необходимое для победы. Нужна только что? Организованность и умелое использование вооружения. Вот в чем и там как раз вот сначала остановили под Сталинградом, а потом и окружение. Понимаете, это тоже такой элемент окружения, ну, как бы в стационаре в течение длительных действий. это не то, что там немцы окружали наши воинские части благодаря клиниям, обходам там глубоко заходили, а тут в ходе динамики, в ходе сражений, когда уже приобрели и те, и другие большие науки вооруженной борьбы. это уже совсем другой тип окружения, совсем другой тип. И это уже показывает, что наши превосходили уже в конце 42-го, в начале 43-го года и в стратегии, и в оперативном искусстве, и в тактическом искусстве. Вот не шагу назад, это был своевременный, вот так и разъясняли, что просто мы уже морально не имеем права отступать. Нам все дают. И танки уже были, уже увеличили. К тому времени наши заводы были переборзированы в тыл. Они уже стали давать танки, артиллерийские орудия там в достаточном количестве. Для этого их не было. Если под Москвой снимали понимаете такие пушки парадного или как музейные пушки, то уже в этот период уже было достаточное количество настоящих пушек. Я уже вам говорил, как артиллерия не допускала до нас немецкие танки. Все это сделал тыл. А в тылу работали и мальчишки. Как там ставили вопрос? 9-й, 10-й класс на производство. А 9-й класс это образованные тогда считались люди. 10-й класс это вообще понимаете, такой человек гигант, очень образованный. Понимаете? гигант, вот те до 9-го класса из Москвы были эвакуированы. Эвакуировались детские сады, вот эти участия, все их продолжали обучать. А вы представляете себя. Да и я, собственно говоря, в 39-м 40-м году тоже был мальчишкой, в 8-м классе учился, да, еле закончил, меня направили учителем работать, начальник из школы. Эти считали 8-м классов, это уже человек более-менее образованный, может даже учить ребятишек. То есть я считаю, что победа наша, победа наша, победа всего советского народа, победа военных, которые в ходе войны привношли в оперативном стратегическом искусстве, там все и Сталина превзошли немцев. Ну и победа нашей экономики. Победа нашей экономики. Вот сейчас читаешь историю, там вот задают вопросы, например, радиоуправляемые мины, можем мы сделать? Вот наши сделали радиоуправляемые мины, там в Киеве взорвали, там в Харькове, там все, генерал погиб, там собрание он проводил по радио, ставили мины, по радио их управляли. А Гитлер спрашивает, можно сделать такие же мины, да? Скоро вот, действительно, он, наверное, имел в виду и советские войска перейдут на немецкую территорию, да? Там использовать эти же радиомины, а ему говорят, ну тут нужно платина, тут нужно золото, то есть контакты, чтобы не окислялись. А у них этого не хватало. Так что вот так. Экономика, плановая экономика, она позволяет концентрировать усилия на необходимых направлениях. Плановое. Планирование, не хаос, а все должно заранее готовиться. вот скажем, у нас пожар, да? Вот в прошлом году мы там яхотик в 40 километрах находился от Москвы, но все было задамлено. А что нужно? Нужны были трубопроводные бригады, чтобы трубопровод от реки, от озера, от водоема, провести к месту пожаров и там гасить. Чем сейчас японцы гасят ядерные реакторы там, которые сгорелись? Водой охлаждают. Вот и пожар тучит, сейчас больше нечем пока водой, поэтому трубопроводные бригады, у нас их в Союзе было много, а сейчас все ликвидируют. Ну, а как тогда бороться с пожарами? Никак. Вот то, что там сейчас вот говорят, что вы затронули вопрос о фальсификации, ну, естественно, сколько бы людей не пошло на танк, он всех либо передавит, либо перестреляет. С танком можно бороться только оружием. Никакими телами не загородили. Понимаете? Ничего не загородили. поэтому все это сказки, моральные, моральные, моральные вопросы. Ну, я бы сказал, у нас были на высоте. Я помню, как-то у нас мы шли в наступление, там, продвигались, и какой-то один парнишка взял и напился. там нас его судили, и, я считаю, это самое, приговорили к расстрелу. Я не знаю, расстреляли его, скорее всего, не расстреляли, но приговорили перед строем, объявили приказ не пить, не пьянствовать, ни заново не пьянствовать. Это было в высочайшей степени поддержания морали. Ну, как, человек воюет, оторвался, нашел где-то снапс и напился. Ведь это надо же иметь соответствующие повреждения, соответствующие приказы, чтобы не выпить, не напиться. Давали офицерам там сто грамм фронтовые как-то, ну, где это давали? Не в ходе непосредственных боевых действий, а когда отводили части на формирование, отдохнуть, переносноваться, пополнить личным составом, там, вооружением, вот тогда, когда это время отдых, вот тогда эти сто грамм еще были. А так этого строго придерживалось, строго приказывалось не допустим. Хорошо, а вот 9 мая вы где встретили День Победы? 9 мая, 9 мая это я уже в Ленинграде. Вот мне интересно, я вот сейчас сравниваю, я как раз вот в 44-м году в конце был в Москве и переехал в Ленинград. и вот что я в Москве? Ну, конечно, учился, учились мы, ходили в рестораны, нам какие-то карточки давали, и мы с этими карточками приходили в ресторан, и там поешь, пообедаешь, сколько до 44-го года. Это было хорошее снабжение. Видимо, знак признательности замужества в Ленинградцев. Их снабжали по норме, которая была выше, чем нормы для москвичей. И группы туда, и там, и все, все, все. Замечательно. Нормально. Вот это контракт. Ну, а тогда я уже в Академии был в 45-м году. Там на парад ходил с шашками. шашка была там. Пройдешь с шашкой, потом с шашкой придешь домой. А на другой день идешь только в Академию, там сдаешь эту шашку. Так, в общем, в Академию я встретил, учился. Ну, учась, старался учиться лучше и лучше. у меня кое-какие пробелы были, потому что я не учился ни в 9-м, ни в 10-м классе, да, а так вот за осень, за осень педагогическое училище. Я один курс там уже закончил. Ну, в целом, самостоятельная вот эта вот учеба, подготовка, вот. Она позволила мне наращивать фестивальность, наращивать. я сумел ликвидировать эти самые пробелы, которые у меня там были, там, в тигонометрии, там, еще что-то такое, да, в чем-то. И учился несколько семестров, я даже на пятерке с каждым не закончил. и диплом высветил на отлично, и все экзамены сдал на отлично. Видимо, по этой причине меня направили на Усесевскую испытательную кинемию. Так что вот, это была большая радость в таких трудных условиях, в условиях борьбы с серьезным противником. Против нас воевала вся Европа. Не только собственная Германия, там, Румыния, Италия и прочее, вся Европа снабжала литра, кроме Анна. Ну, вся Европа. И это была совершенно гордость. Встречайная гордость. И я, значит, когда уже закончил академию, я уже имел возможность побывать в Москве, я первым делом попал на демонстрацию. Раньше была демонстрация, у меня были знакомые, я говорю, ну, меня возьмете? Ну, пожалуйста, пожалуйста, все прошли для демонстрации, видел Сталина на трибуну. Ну, вот так. В общем, это победа, великая победа, равных ей в истории мира. Это была честная победа, благородная победа. Наши не мстили, как немцы, нам. в наших военнопленных в Германии намного больше погибло, чем в их пленных у нас, а количество примерно равное. То есть, наш народ был в таком моральном, национальном отношении выше Европы, выше, благородной. не было у нас вот такой ненависти, такого пренебрежительного отношения к народам, которых немцы порабощали. Знаете, а мы пришли туда, в Германию, вот, насколько я знаю, тоже, с таким же, так сказать, ну, что ли, чувством собственного достоинства. Мы пришли их не угнетать, а именно как освободители. И все. Понятно, хорошо. А что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Молодежи? Этот вопрос у вас очень серьезный. Научиться думать. самостоятельно думать. Иметь обязательно хобби. Благородные хобби. Созидательные хобби. Перспективные хобби. Работать на будущее страны, прежде всего. Ну, естественно, двинемся мы вперед. За нами в догонку побегут и другие страны мира. Это что значит? Вот если перевести на простой язык. Жил, видел, знаешь, сравнивай, как живешь, как жил, как живешь. Кто и куда тебя айтирит, кто и куда тебя зовет. растяжка. А сейчас очень много соблазнов. Такая пропаганда идет среди молодежи, что устоять от своих слабостей порой бывает очень сложно. Очень сложно. Так вот, умение самостоятельно мыслить, давать оценку всем этим соблазням. Ну, я, например, вот как жил. У меня были товарищи, которые словно были бы пивать. А я не считал нужной с ними дружить. Проще решить вопрос. И, конечно, вел пропаганду, чтобы не пили, и чтобы не курили, и сам бросил курить. понимаете, когда мы все научимся самостоятельно думать, а прогресс в человечестве может наступить тогда, когда все до последнего человека будут все творцами, созидатели работать на будущее. Потому что задачи перед человечеством настолько грандиозны. А нашего интеллекта настолько мало. Так? Особенно в условии, когда упор делается на элиту. Элита там что-то сообразит. Нет. Только тогда, когда мы сумеем сагитировать или воспитать так, чтобы все мы думали. сейчас очень много людей занимается непроизводительным делом. Вот везде охрана, поликлинику охрана, в школе охрана, понимаете? Там все люди охраняют. Но раньше этого не было. Не было нужды. Надо, чтобы они созидали тоже. Созидание. Для этого должны люди были образованными, патриотичными. Нельзя надеяться, нельзя надеяться, что где-то тебя тепло встретит. Вот тут сейчас космополитизм вот этот вот, да? Я не против обмена, там, товарищеского обмена, взаимного обогащения, но космополитизм это значит, как бы поставить тебя в такое положение прониры, искать, где легче, где лучше, где там больше дают, чего, понимаете? Надо ставить себе созидательную цель в первую очередь поднять Родину, которая тебе дала жизнь. И ты уже этим обязан ей чем-то оплатить. А для этого надо учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Сейчас вот нашу ленинскую методологию англичане переначали, не говоря, что это Ленин призывал всех учиться, 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 особенно молодежь. Да, а Ленин передавал образование, образование, образование. Мало призывать, надо в этом направлении делать. надо, все наши молодые люди были высоко образованными, высоко нравственными, высокоморальными, чистыми, чтобы излучали будущее, чтобы смотрели на его, вот этот человек больше, вот он трудится на будущее, вот он наш маяк, и чтобы остальные молодые люди не завидовали ему, не занимались дедовщиной, как вот сейчас это вот, не проявляли, вот такие элементы дедовщины, а помогали, гордились, что вот у нас вот есть такие молодые люди, высокоодаренные, высокоинтеллектуальные, это наше будущее, мы должны и помогать ему учить, понимаете, вот в общем, если так вот подвести итог, у меня, вот я хожу в школы, беседую, выступаю, иногда вопросы задают, вот, мне нравится, наши ребятишки, хорошие ребятишки, такие пытливые, понимаете, но насколько, так сказать, им удастся дальше удержаться от всех этих соблазнов, соблазнов таких, ну, нехороших, да, то, конечно, уверенности нет, я думаю, что вот ваша организация вот должна употребить все. чтобы дистотеки не употребились в клубе распространенных наркотиков, чтобы беседы могли проходить вот так, как вот мы с вами скажем, беседуем, вы заинтересованы, у меня что-то узнать, я заинтересован, я вам тоже задавал вопрос, то есть, чтобы был диалог, настоящий диалог между людьми опытными, прожившими жизнью и молодым. Вот мне не нравится вот такое выражение, когда говорят, что молодой человек вот он должен сам все испытать, сам все пройти. Я это не считаю необходимым, потому что ошибки, они, есть ошибки, они, так сказать, это затрата интеллекта и сил даром. А чего лучше, если ты научился на ошибках других? не тратил ничего, а просто впитал в себя хорошие нравственные принципы, базирующие еще. Нравственные принципы, они тоже, так сказать, ну что ли, родились не на пустом месте, они тоже на прошлых недостатках выковывались, да? Кто-то уже что-то такое ошибался, поэтому выработали эти принципы, что это вот не надо делать, нельзя, стремиться в общем обогатить молодежь наша, должна ставить задачи своей, обогатить, повысить могущество и величие прежде всего нашей Родины. И вот в этом направлении я желаю всяческих успехов, всяческих успехов. Что касается себя, ну, конечно, готов поделиться своими соображениями, у меня есть, конечно, какие-то соображения насчет вот того, о чем я говорил, как это вот платить, как это платить, как это сделать так, чтобы мы не стреляли друг в друга, как сейчас американцы в Ливии. А что им там не нравится? вот там что-то заговорил Каддафи о социализме. О социализме. А там у него такое своеобразное социализм, да? Назвал только это Джаму Кюри. Вот это главное, ликвидировать режим Каддафи и завладеть нефтью, которая там есть. Вот это что? Ну, так они всегда так действовали, но вот у молодых людей должно найти такие силы, чтобы остановить этот разбой, чтобы силы направить на созидание, на прогресс. Что вот теперь говорят, что есть такие планеты, где сходные условия для жизни, как и на Земле. Вот надо мечтать о полете на другие планеты. Понимаете? А это каждый в отдельной взятии стране это может быть и не под силу, а вместе можно. попробовать, по крайней мере. Согласен. Ну, что, мы будем стараться, спасибо вам большое. Ну, если, вот я и говорю, потребуется взаимодействие, я готов побеседовать, развивать конкретные мысли, вот, а вам в вашем благородном деле, я считаю, у вас это занятие благородное, воспитание молодежи, это необходимое и ваше решение дела, молодежь, это наше будущее, мы это понимаем, понимаете, вот, мы хотим как бы передать, передать, ну, всех себя, все свои мысли, все свое достояние, с тем, чтобы они к нам отнеслись будущим с уважением, не выбрасывали наши фотографии. но мы и так вас уважаем, я думаю, мы сможем воспитать молодежь, которая будет вас и в дальнейшем уважать. Вот в этом плане я вот приветствую ваше начинание, вот мы второй раз уже вот так вот беседуем, я не знаю, я раньше с кем-то другим беседовал, но считаю в этом деле вам успехов, но и не только вот эту статистику собирать, а обобщать. Хорошо, будем стараться. Спасибо вам большое. Обобщить, все эти высказывания, как-то там ссылаясь на что-то. Понимаете, ну, учить молодежь можно, конечно, и не нужно на хороших примерах. Вот это вот очернение, ахаивание приводит к незамечанию достижений, замечательных достижений, понимаете, а это обедняет. Это чисто такая политическая борьба, понимаете. Вот в этом деле я считаю, должна быть честная, целеустремленная в будущее, в прогресс. Если у тебя, если тебе не нравится, критикует людей. Сейчас, знаете, когда начинаешь читать от хилософии до социологии, до политологии и так далее, столько высказано мыслей, а есть такие мысли, которые и не опровергнуты, а просто идут и целые ряд много нерешенных заданий. Вот надо обобщить и все-таки решить. Хорошо. Ну, извините, может быть, я вас тут долго задержал. Мы будем стараться, обещаем. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. Счастливо. Очень приятно.